Добрый, добрый, добрый день, зрители канала Домашний очаг с Мариной. Я продолжаю давать вам видео задания, видео совет по уборке в вашем нашем доме. Дорогие мои зрители, все мои советы предназначены для того, чтобы вы научились самоорганизовать себя, изменили, может быть, качество жизни. Я уверена, что проведя со мной, ну вот даже месяц по уборке в нашем доме, вы поменяете даже не только характер, но может быть даже и мировоззрение в чем-то. На этой неделе мы с вами работаем в зоне коридора, прихожая. Если частный дом, то это веранда и терраса. И сегодня у нас с вами будет достаточно сложное задание. 3 августа, среда, середина недели. И вот именно в этот день я хочу вам предложить заняться распределением и убрать все, что находится у вас. Шкаф или, может быть, шкаф-купе, гардероб или шифонер. Я знаю, что для многих из вас это своего рода, ну не кладовка, но вот такое место, где обязательно что-то надо затолкать, что-то сложить. Какую-то коробочку или, может быть, то, что мы давно не носим и обязательно вот где-то оно лежит там, этот предмет снизу. И сегодня я хочу уделить особое внимание этому месту. Это достаточно объемная работа, действительно. Располагайте своим временем так, чтобы сделать это все от начала до конца. Чаще всего в этом шкафу, шкаф-купе или гардероб, как у вас определяют обстоятельства, находятся и зимние вещи, и демисезонные. Я на протяжении всего времени советую вам завести так называемые органайзеры. Это могут быть пластиковые коробочки, а могут быть просто даже коробки из-под обуви. И я очень хочу, чтобы вы сегодня навели порядок, если у вас есть шарфики, шапочки, перчатки, ваши, детишек, может быть, ну и всех членов семьи. Это будет очень важно. Конечно, сейчас лето, о каких шапках идет разговор. Но я знаю, что вот где-то там обязательно у вас где-то что-то лежит демисезонное. И параллельно вы посмотрите, может быть, надо что-то поменять, подкупить, может быть, дети выросли, и эта шапочка уже не подходит. Может быть, у кого-то потерялась рукавичка или перчатка. Но я понимаю, что лето, это еще очень-очень рано. Но у всех из нас есть вот такие ежедневники. И вы можете где-то вот в таком написать в своем ежедневнике, то, что когда будет сентябрь-октябрь, подкупить ребенку шапочки или перчатки. Может быть, посмотрите, какой у вас шарфик, что-то поменять. Это очень интересная деталь декора. Поэтому, может быть, подкупить какой-то себе шарфик. Это очень интересная деталь декора. Дорогие мои друзья, сейчас лето, очень жарко. Конечно, еще очень рано говорить о каких-то ветровочках, курточках, шарфиках и шапочках. Но я хочу, чтобы вы все достали со своих антресолей и посмотрели, а будете ли вы ходить в них в этом году. Поэтому, если это уже вещь, которая лежит много времени у вас или она вас не устраивает, прямо сейчас отложите в сторонку, передарите кому-то. Или, может быть, просто передайте тем, кому эта вещь будет интересна. Может быть, отдайте в какой-то благотворительный фонд. И я знаю, что в этом шкафу обязательно найдутся вещи, которые вы уже не носите. Поэтому сегодня работа в этой зоне достаточно объемная, достаточно интересная. Просмотрите, сейчас лето, может быть, надо простернуть какую-то ветровочку, курточку. Может, пришить петелечку, пришить пуговичку. Поэтому вы достаньте эту ветровочку или курточку, или кофточку. Отложите в сторону и постарайтесь. Сегодня время, которое будет, может быть, вечером привести в порядок, может быть, какой-то предмет гардероба, который еще рано, в общем-то, носить. Поверьте мне, вот такая медитация для вас вечером будет очень важна. Вы успокоитесь, проанализируйте, как прошел день. И с любовью, и с нежностью почините эту кофточку или пришьете эту пуговичку. Дорогие мои друзья, мне очень хочется еще поделиться с вами своими наблюдениями. Я очень обращаю внимание на маленькие детали гардероба, скажем так. Ну, вот, бижутерия может к этому относиться, перчатки, шарфы, шапочки. Но я очень люблю, когда идет дождь по улице, смотреть на зонтики. Я настолько трепетно имею чувство к зонтикам, что, наверное, это для меня очень важно. И я хочу сегодня, чтобы вы посмотрели, в каком состоянии ваш зонтик или зонтики члена вашей семьи. Не пришло ли время починить, а может быть поменять, подкупить. Сейчас действительно есть очень-очень оригинальные зонты. Сейчас лето, август месяц. Но сезон дожди буквально-буквально вот уже скоро-скоро начнется. И если вы зритель моего канала, я очень хочу, чтобы вы, дорогая моя виртуальная подруга, имели очень оригинальный зонтик. Это не значит, что он будет очень дорогой. Этим приметом мы пользуемся достаточно редко. Иногда вы берете его в сумочку осенью для того, чтобы вот дождь врасплох вас не застал, когда вы идете на работу или с работы. Может быть, нужно для школьника зонтик, который должен быть совсем другого внешнего вида. Может быть, у кого-то скоро день рождения, и вы зонтик запишите в ежедневник. И выбрав оригинальный зонтик, подарите своей подруге. Ну или вот так вот просто от всей души, кому вы хотите сделать презент. Поверьте мне, это будет очень интересно. И у вас никогда не станет проблемой, что же подарить своей подруге. Это будет очень-очень оригинально. Зонтики сейчас есть бесподобные. И по цветовой гамме, и по форме зонта. Есть прозрачные зонтики. Поэтому, пожалуйста, обратите на это большое внимание. Поэтому сегодня у нас работа в зоне шкафа, в зоне прихожей. И вещи, которые мы с вами предопределяем и перебираем, пересматриваем. Пожалуйста, мои зрители дорогие, эти вещи должны нести не только внешний какой-то презентабельный вид, но вы в них должны еще себя очень комфортно чувствовать. Бывает такое, что вещь носится много-много лет, но она настолько любима, настолько оригинальна. Подходит вам и по цветовой композиции. И вам очень тяжело-тяжело с ней расстаться. А все близкие вам говорят, ну поменяй эту курточку, ну что ты ходишь несколько лет. Мне очень интересно в комментариях напишите, есть ли у вас вот такие любимые вещи, которые практически очень тяжело расстаться с ними. Но вместе с тем уже планируйте осенний демисезонный гардероб для себя и для членов своих семьи. Поэтому, пожалуйста, шкафку убираем сегодня полностью. Мой канал предназначен для тех женщин, которые и работают, и домохозяйки. Но я объединяю разные методики. Методика FlyLady американская, которая гласит в том, что мы уборке уделяем только 15 минут времени в день. Вот одной зоне. Ну, дорогие мои друзья, я женщина возраста плюс, поэтому все-таки я интерпретирую задание. Я хочу научить вас самоорганизации. Мы сегодня вот возьмем эту территорию и от начала до конца ее закончим. Обращаю внимание, что прихожая, коридор, это ваша магистраль счастья, благополучия. В дом обязательно придет любовь, благополучие, хорошие друзья. Уйдут из дома все невзгоды, печали, болезни, бедность может быть. И ваше не только плохое настроение, но иногда может быть и скверный характер. Поэтому вот такое задание у меня для вас на среду, 3 августа. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, если вам интересно мои видеосоветы. И у меня есть такой девиз для вас. Чтобы быть счастливой, не надо успевать все, надо успевать главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!